Смотрите, храм-то какой вообще. Прикольный. Вот это что? И решают перестроить. Через 500 метров. Ремонтироваться. А затем развернитесь. Тут гулять одно удовольствие. Да, просто гулять. Ой, смотри, какие зеленые штуковины. Арки. Да. А теперь? Да. Мы же как-то где-то в Крыму. Самое. Короче, милота такая. Типа маленький, но и не маленький он, я так понимаю. Такой километра 4-5, наверное, тут. Блин, ну, может, 4. Тут все есть. Саш, хватит козяк не есть. Так а что, на обед не поедем уже? Сашка сытый, да? Сашка наелся? Да. Чудо-чудо, прям дома такие. Любимые мои. Я ел козелки. С кем-то все ваше. Пойдите направо, а затем развернитесь. Было вкусно. Мне нравится. Козелки. Да полный восторг просто. Я так люблю архитектуру старую, что у меня прям... А мне нравится, что не закатывалось сразу. Через 200 метров поверните назад на Сверинскую улицу. Смотрите, куда ни глянь, не успеваешь. А все эти все есть, что и в Питере. Вот так все. Поверните направо. Прям какие-то сказочные. А сейчас будет напар. Афигеть. А что ты стоишь? Смотри, какой прикольный. Новая ферма детям. С семян шкур. С шкур. Это новая ферма. Ферма? Ферма это... Что такое? Одни парки, прям. Смотрите, что творится. Трава скошенная вся. А тут просто лес. Я не успеваю. Мышка, она не дикая? Мышка дикая. Есть дикая мышка лесная. За домами за этими следить. Развалитесь. Она живет на доме, где строят палетки. Бады и кто-то. Лесные мышки. А есть домашние мышки. Разворачивались. Современное что-то. Прямо пять километров. Мышка, капашка. Даже аренда. Сто лет продается какой-то блуд там с документами. Эти дома крутые. Дома, ценник какой-то вообще адекватный. Но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Это типа как у нас на Беринга. Это та же самая история. Какая-то что-то там. Заминки, затычки какие-то. Вы сделали бы что-нибудь и дали бы им дружить. Ну что-то там с подкроссом тоже нюансы какие-то. Перемыть, аресты какие-то. Короче, непонятно что. Парки классные, конечно. Прям одни парки. Вон водичка там. Туристический облог. А так да, хорошо, что есть Питер рядом всегда. И тут все, что нужно есть. И эта южная сторона зеленая. Поле зеленое, чем на Мурманском направлении. Тут реально теплее. Говорят, что прям тут теплее. Судя по зелени, да? Едем на пляж. Представляете, все 33 удовольствия. Еще и море. Все на свете. Не-не-не, мы едем в сторону воды. Тут есть море. Вон, там видно, вон видно. Съездить, посмотреть, что там за море у нас. Можно сказать, я бы покупаться? Покупаться. Холодная водичка, наверное. Саша, а купаются вообще здесь? Да. В Зелено, в этом, да? Да, да. И прям теплая вода, нормально? Ага. Через 600 метров. Ты купалась? Поверните направо. На Дивеевскую пляжу. Не, не купался. Не, я не купался. Сумасшедшие есть такие купаются. Я тоже не купался. И ты не купался. Ну, у нас вон его. Вот типа вниз. В Неве. Я тоже типа купаются есть. Так, еще какая-то церковь. Поверните направо. Мура. С белыми куполами. Да, какой-то там. Ой, слышь, вот куда надо ехать. Ты что ж, я туплю. Ты чуть не проехала мимо. Боже мой. Где сжигалка? Да. Тут какой-то пляжик дикий. Да. Да. такой маленький пляжик кто живут люди сейчас надо сходить поесть и танюшкиным друзьям поедем теплая саша подколола вода теплее чем у вас крыбу это вот какая-то башня с часами какой интересный район мне прям область уже даже больше нравится чем сам пикер решили чего-нибудь поесть время-то обед ой сколько впечатлений вы посмотрите какая красота и цветочки наверху-то в туалет в ожидании диванчик есть решили на улице поесть за столиками посидеть зеркало огромное что-то тут все сползло где там мужчины наши вот мы решили на улицу посидеть я в стороночку покурить слушайте я под таким впечатлением мне так нравится этот городочек просто прям чудесный слушайте они маленькие он 89 тысяч населения 29 километров от питера можно сесть на автобус там прям вот где смотрели сегодня дома и доехать до забыла как называется ну уже в питере в самом можно сесть на электричку и в питер приехать прям замечательно вот это мое вся архитектура в городе вот это зелень деревьев много парков выход к морю инфраструктура вот это мое а черноморск вот извините не мое почти восемь лет живу и не привыкла и никогда не привыкну но теперь бы еще бог дал здоровье дожить до того момента как можно переехать сюда так что на развилке держитесь с милой стороны отлично это так что в в в в За камерами, столбами, с такими крутами. И дешевле чуть-чуть, европейские, конечно, и японские. А чего теперь там? Может, паркеры есть? Мы же тогда были. Что-то вывесок нет. Были у тебя же тогда тут. Да, да, мы там с Сашкой там даже ужинали. Ага. Мне кажется, он работает, но он не скучал. Как обычно сейчас все. Как обычно сейчас, да. Мы уходим, но не уходим. Да нет, дома художников-то. Московский проспект и все московское. Хороший такой у него. Дома такие хорошие. Серьезные. Все еще в воздухе. Это жон. Все. Он их тут видал два таких. Какие дома. Что-то он каких бы настроил. Смотрите, прям круг над дорогой со спусками. И там люди ходят. Пешеходный такой. Переходы он эти какие. 200 метров. Продолжайте движение прямо. А в вилочку. Мясо. О, мясо. Продолжайте движение. Теплоходы стоят. Бывает. По Москве-реке так проехались чудесно. Преплохо. Мой бы тут прокатился бы. Это что там такое? Что там такое? Что там такое? Трамвай. Трамвай. Это трамвай. Угу. Эх, так много. Не дешево. У нас зачем? Ночью и ночью. Ой, какая красота. Держи тебе чипсы. Как эти, как это? Не чипсы, а фри. Арбузная фришка. Представляете, наши уехали в ресторан. Я зашла в ванну, а тут, опа! Одна лампочка только горит. А у меня ответственное дело. Перемываю крышки вот эти, которые Саша сдает. Ну, вот на эту благотворительность. В подъезде собирают люди. Ну, они, видите, вот собирают. И вот такие грязные. Ну, правда, немного таких грязных. Но вот эти вот штуки надо снимать. Так что, и вот такими делами занимаюсь тоже. Зато каких только не попадается. Крышек. Интересных я даже не видела таких бутылок. Сколько раз показывала, куда это все сдают. Ну, все равно поедем сдавать. Покажу еще раз. Может, кто-то не знает. Что там такое-то? Бабушка, не видел дом-то? Да, ты? А он, наверное, в спальне на кровати лежит. Пока родителей нет, он очень любит на кровати поваляться. Из-за острова речной волны выплывают нас песны. Стеньки. 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 Стеньки рази на челны. Стеньки рази на челны. Добрый вечер, девочки. Вот видите, он вчера эту песню, когда пел там на улице, на площадке. Бабулечки чуть не попадали с лавочек. Но так он забывает слова. Я ему говорю, откуда ты эту песню знаешь? Он говорит, не знаю. А это Дед Мороз пел, да? В мультфильме про Машу Медведя. И он, друг, ни с того, ни с сего. Вот кому-то кажется это ерундой, глупостью. Говорят, да не хер вам делать. А я когда первый раз увидела в Финляндии, что люди не несут на помойку бутылки пластиковые, жестяные банки вот эти вот, ну, от пива всякие. А запускают в магазине в аппарат. Он у них принимает и выдает им чек. Еще и деньги за это дают. И они идут в магазин, и потом при выходе расплачиваются, вот этот чек дают. Плохо ли это? Так какая чистота там в Финляндии? Неужели плохо было бы, если бы и у нас так же было? Пошла пенсионерка, у которой и так денег-то совсем. Кот наплакал. Сдала, получила чек. Ну, неужели плохо? И чистая денюжка есть. Мы когда вот раньше ездили на Новый год, на праздники, на все, так видно, дядечка пьющенький такой, тащит несколько пакетов. А что, они вот так обошли дома, которые русским сдают на Новый год. Понабрали, пошли, поздавали. А там уж поотмывать-то вот эти штучки-то до большого труда-то и нету. Ногтем они снимаются легко. Ну, из бутылок еще вот, с пластиковых пробку. Ну, вот эту, когда крышку снимаешь, там колечко-то еще остается. Ой, извините. На бутылке. Его ножичком под дел снял. Всего делов-то. Ну, правда, везти приходится на машине, потому что этих приемных пунктов-то не на каждом шагу. Ну, вот такие вот эти колечки. Ну, потратишь ты там один раз полчаса. И то, и то. Саша столько просто ей люди собирают подъездом. Она сама собирает. И в подъезде люди, кстати, спасибо огромное, если кто вдруг увидит. Молодцы. И с приютом помогают собачкам. Молодцы. Так. Так, Данте пристает играть к Сашке. Сашке скучно. Мутики надоели. Я делом занимаюсь. Сам пристает к Данте. А Данте-то не понимает. Он же думает, раз к нему лезут играть, так надо играть. А потом орет дурным голосом. Он на меня нападает. Ой, господи. Детский сад. Что ребенок, что собака. Ну, они приблизительно по возрасту-то и по интеллекту похожи. Вот так вот. Вот так вот мы валяемся среди обуви на холодной плитке. Жара невыносимая для животных даже. Кто это? Топ. Убери игрушку отсюда. Быстренько. Вот такой вот купили самокат ребенку на трех колесах. Вот он теперь катается тут.